Пес по кличке Ляля взял след. В этом деле он новичок, как и двое его сородичей. У четвероногих важная миссия. Летом и осенью им предстоит искать пропавших в лесу людей. Вместе с собаками этапы поиска отрабатывают и волонтеры. Лежачего человека можно найти только сплошной цепью, если идешь. Вот я там отойду на три метра, и если это лес, я могу уже не увидеть, что у меня там за тремя метрами от меня. А собака, она чует. Обученная собака чувствует запах человека на расстоянии 80 метров. На подготовку такого пса уходит немало времени. В поисково-спасательном отряде за обучение животных отвечает Антон Федосеев. У него за плечами 12 лет работы кинологом. Рассказывает, порода на подготовку собаки не влияет. Важен ее возраст и физическое развитие. Приучаем собак обглавивать по команде, подавать голос по команде. Это нам нужно будет для четкого обозначения найденного человека в лесу. Волонтеры уверены, поиск грибников с собаками намного облегчит их работу и сократит время поисковой операции. И если собака ломанует прямо, отлично, сразу за ней следует. Если она нашла, если она бежит быстро, можно даже легко бегом за ней. Нашла, облаивает, облаивает, подходим. Если молчит, не подходим. Во время тренировки некоторые из волонтеров выполняют роль пропавших. Собаки должны отыскать их в лесу. На первом этапе в кармане у людей приманка – сыр. Сейчас в роли статиста выступлю я. Потеряюсь в лесу, а собака должна меня будет найти. Для того, чтобы усложнить ей задачу, я надену купюшон. Ляля отыскала меня быстро. В первое время помогать волонтерам будут пять собак. В будущем их количество планируют увеличить. Георгий Ковчин, Александр Широкий. День в событиях.